Девять положений закона «Ну, — сказал Раффлс, — что бы ты с этим сделал?» Прежде чем ответить, я перечитал еще раз объявление. Оно было напечатано на последнем столбце в Daily Telegraph и гласило следующее. Две тысячи фунтов награды. Названная сумма может быть получена каким угодно лицом, которое возьмется за выполнение одного деликатного поручения. Лицо это должно быть готово на некоторый риск сообщить по телеграфу до востребования Лондон. «Я полагаю, — отвечал я, — что это самая странная публикация из тех, что когда-либо появлялись в печати. Раффлс улыбнулся. — Не совсем так, Бенни. Но все-таки довольно необыкновенная, согласен с тобой. Взгляни на шрифт. Без сомнения, он очень крупный. А поручение и опасность? Да, комбинация довольно откровенная, чтобы не сказать более. Но самая оригинальная сторона дела заключается в том, что предложение следует присылать в телеграммах и по телеграфному адресу. Тут что-то кроется. И в самом молодце, который выдумал эту штуку, и в его игре. Словом, он просто-напросто отделывается от миллиона ответов, которые ежедневно присылаются на каждое подобное предложение всеми, кто только в состоянии наклеить марку. На свой ответ я, положим, ассигновал только пять тумаков. Но за чужой ответ я заплатил деньги. — Ты же не хочешь этим сказать, что откликнулся на телеграмму? — Пожалуй, и так, — возразил Раффлс. — Я желаю получить эти две тысячи фунтов не меньше всякого другого. — Ты подписал свое имя? — Ну нет, Бенни, этого я не сделал. Суть в том, что я пронюхал тут нечто интересное и не совсем законное. А ты знаешь, какой я осторожный малый. Я подписался «Глазпуль, мастерская Хикке, Кондуит-Стрит, номер 38». Это адрес моего портного. Запустив такую удочку, я отправился к портному и объяснил, чего он должен ждать. Он обещал переслать мне ответ немедля, как только получится. И я не удивлюсь, если сейчас его принесут. С этими словами, услыхав двойной стук в дверь, стук, отдававшийся по всем комнатам, Раффлс встал и пошел отворять. Через минуту он возвратился с многозначительным выражением лица, держа в руке распечатанную телеграмму. «Что бы ты подумал?» — сказал мне Раффлс. «Это некий молодец Аденбрук, судебно-полицейский поверенный, и он желает безотлагательно видеть меня. Ты стала быть знаком с ним?» «Больше по слухам. Надеюсь, однако, что он не знает меня в лицо. Это тот самый малый, который в Сеттенвильмерской истории держался между двух огней целых шесть недель. Все дивились, как он ни разу не влетел. Он же вместо этого приобрел богатейшую практику по темным делам, и всякий жулик, имея на шее историю о двух концах, прямо отправляется к Беннету Аденбруку. Он, пожалуй, единственный человек, у которого хватило смелости напечатать подобное заявление. И он единственный может сделать такую штуку, не вызывая подозрений. Просто-напросто это в его характере. Но ты можешь быть уверен, что на дне тут скрывается что-нибудь темное. «Хотя оригинально то, что я в уме давно уже решил обратиться к Аденбруку, если представиться к тому случай. И ты идешь теперь к нему. Иду сейчас же», — проговорил Раффлс, вытирая рукавом шляпу. «Ты так же. Ну, я пойду туда лишь затем, чтобы притащить тебя обратно к завтраку. Мы позавтракаем все вместе после нашего свидания с тем господином. Идем же, Бенни, и сменим наши имена по дороге. Мою будет глаз-пуль. Не забудь этого». Мистер Беннет Аденбрук занимал обширное помещение на Веллингтон-стрит. На Странде. Его не было дома, когда мы пришли. Он вышел ненадолго по судебным делам. Не прождали мы и пяти минут, как перед нашими глазами предстал коренастый, румяный мужчина, весьма решительного вида, страшно самоуверенный и довольно веселый. Черные глаза его широко раскрылись при виде Раффлса. «Мистер Глазпуль?» — воскликнул адвокат. «Мое имя», — отвечал Раффлс с невозмутимым нахальством. «Ни в каком случае не стану ни о чем допытываться», — продолжал первый с хитрой усмешкой. «Любезный сэр, я вижу, вы оставили себе слишком много лазеек, чтобы допустить какую-либо оплошность». Одну секунду. Раффлсу хотелось ответить ему что-нибудь очень язвительное, но затем он лишь пожал плечами и улыбнулся, хотя его улыбка больше походила на сдерживаемую циническую усмешку. «Вы хотите выбить меня из позиции?» — сказал Раффлс. «Но я не вижу надобности входить в объяснение. Я упрям и не хочу являться под своим собственным именем. Вот и все. А кроме того, я желаю получить тысячу фунтов вознаграждения». «Две тысячи», — поправил его адвокат. «И человек, прибегающий к псевдониму, есть именно тот, кто мне теперь нужен. Так что вам нечего об этом беспокоиться, любезный сэр. Дело, однако, носит в высокой степени приватный и конфиденциальный характер. При этом он взглянул на меня очень сурово». «Совершенно верно», — заметил Раффлс. «Но в объявлении, кажется, говорится нечто о риске. Некоторый риск действительно есть в этом деле. В таком случае, разумеется, два ума хорошо, а три лучше. Я сказал, что желаю тысячу фунтов. Вот этот мой друг желает другую. Мы оба дьявольски упрямы. И если вступим в это дело, так не иначе, как вдвоем. Или вовсе уклонимся от него. Желаете знать и его имя? Я назову его настоящим именем. Дэнни». Мистер Аденбрук бросил взгляд на мою визитную карточку, которую я подал ему. Затем он нерешительно забарабанил по ней ногтями, и его замешательство выразилось в конфузливой улыбке. «Дело в том, что я нахожусь в порядочном затруднении», — сознался он наконец. «Я получил, прежде всего, ваш ответ. Но люди, имеющие возможность рассылать длинные телеграммы, обычно не интересуются объявлениями в Daily Telegraph. В силу этого я совершенно не приготовился видеть людей вашего круга. «Говоря откровенно, при некотором размышлении, я не уверен даже, что вы пригодны для моей цели. Вы люди, записанные в хороших клубах. Я же скорее предполагал обратиться к авантюристам». «Мы — авантюристы», — степенно заявил Раффлс. «Однако вы признаете законы». Черные проницательные глаза адвоката блеснули. «Мы — непрофессиональные мошенники, если вы это хотите сказать», — отвечал Раффлс с улыбкой. «Но мы весьма недалеки от этого. За тысячу фунтов каждый из нас готов натворить лихих дел. Не так ли, Бенни?» «Все, что угодно», — прошептал я. «Все, что угодно», — «все, что угодно», — «все, что угодно».